Я тут, короче, сходил в Аркениум, и мне этот... ну, этот... уронбурж, или как его там зовут... Короче, дал задание, нужно опять найти редкие книги. Вот, сейчас нахожусь в коллегии. Сходил я к Толкеру, отдал ему... в смысле, не отдал, а сказал ему, что, короче, там было в порядке. Ну, там было... ну, он амалию уничтожил, да, и вернулся к нему, сказал, что всё нормально вообще. Короче, дебильные квесты продолжаются. Дебильные... Какие дебильные... ладно. Ничего не поделаешь. Надо всё равно выполнять. Так, вернуться в коллегию. А чё там надо-то? А там, короче, и баба такая, да, вот в этой коллегии. И к ней подходишь, и вот на ней маркер тоже так, как над этой... Ну, маркер, короче, висит, да, взять задание. Открываешь окно диалогов, а у неё нет задания. Там можно... ну, там у другого, там, вот, ворка, короче, берёшь эти задания, да, там, книги принеси. Ну, или у ещё у кого-то, там. Ну, вот она почему-то не даёт задания. Это тоже, наверное, такой же баг, как был с этой... Эм... С Рики-то, вот эта, которая... Легат Рики. Только у меня он и сейчас есть, она... Я к ней ходил, и... Она мне никаких заданий не давала. В общем, уже не первый раз, блин, сейчас я убавлю чувствительность. Я уже не первый раз к ней прихожу. Вот, и там, в окне диалогов, у ней нет заданий. И вот, типа, тоже такой же и у этой. Не знаю, но... Надеюсь, что лагать не будет сильно. Я даже не... Я даже, честно, не знаю, как оно там. Я так смотрю, если немножко... Так, ладно, я не буду сейчас смотреть. Ходят тут, охраняют. Охраняют, блин. Не, ну так-то они, конечно, не трусы. Если дракон прилетит, они, конечно, дадут стражники ему... А, я, кстати, вот броню даю. Это одно дело, тут двеймерскую. Почему вот я выковал такой щит офигенный. Вот и в кузнице Этерия вчера. Вот, это из обломков Этерия, да, вот этот такой вот светится, аж переливается. Вот. И я еще из шмотки все двеймерские отделы оружия взял. Теперь прям как космонавт вот так выгляжу, да. Блин, весит эти закрытые шлимы, ну ладно. Ну все равно хочется как-то так... Ну я не знаю, там было три выбора. Либо вот щит, либо посох, либо... Блять. Не знаю, как так получилось. Короче, игра у меня вылетела. Просто щит там такой. А я что говорил-то? Я говорил, там три варианта. Можно создать все три вещи. Значит, это побруч. Ну, на голову одевается, да. Потом скипетер там какой-то, ну, косов, типа. И вот этот вот щит. Ну я это самое там посмотрел, там у них разные характеристики. В общем-то, этот щит, он... Когда ударяешь по врагу, значит, он лишается возможности... Тебя атаковать, да, и ты его не можешь атаковать. На какие-то 15 чего-то. То есть, на 15 секунд, я так понимаю. Но я пока чуть не заметил этого. Вот. А обруч, он, короче, там дает эффект какой-то... Вот я, короче, пещеру нашел, да. Там было то ли пять, то ли шесть медведей, в общем, за... В общем, за раз их там, они были там вообще. Это около... Это пещера... Утренней Зари, я не знаю, я не помню. В общем, там... Только около Стражи Рассвета. И там прямо шесть медведей в этой... Или сколько-то, пять или шесть медведей были. Прямо в одной такой пещерке небольшой. Вот. И... Ну... Мне... Мне не столько... Мне не столько это испугало, сколько к ней жалко их было убивать. Мне бы тоже интересно было дальше пойти, что там в конце пещеры, да, как бы... Вот тут же... Что-то, может сказать, заведено, да, так... Встретил врага, да, ну... Значит, в смысле, вошел в пещеру, значит, надо там идти дальше, как бы... Разработчики же не сделают, не сделали так, чтобы там тупик будет, или... Все равно... Ну, то есть, нет уже тупика, да, где-то. Ну, если уж идешь, значит, уже... Не то, что ты что-то найдешь, а уже... Так, а даже и выйдешь там где-нибудь по пещеру Холодный Берег. Вот сюда, короче, где-то здесь я не был. Надо, в общем-то, убить всех там... Ну, короче, исследовать. В моем случае... В моем случае это исследовать. Ну, а если кого-то нужно будет убить, то да, убить. Я вот не понимаю, я... У меня такая фигня... Я когда записываю, начинаю записывать, у меня... Чувствительность мышки убавляется, почему... Я пока не заметил, что вот... Толкаешь этим щитом, да, и, короче, он... Не может тебя атаковать. И тут он меня может атаковать. Чувствительный бежал такой. Ну, может, это просто тролли? Нифига себе, откуда ты тут здесь? Ну, ладно, че. Ай, блин. Блин, был бы молот, да, вот щит хорошо, а щит, в смысле... А во второй-то руке у меня такой, ну... Ну, чувствуется, что урона меньше наносишь, потому что одноручное оружие, все такое. Но защищаться тут... А это че? Ну, ладно, щас... Щас мы тебя оприходим. Все. Ай... Приятно, что это видео редактировать опять. Да потому что игра вылетела, ну, там надо обрелить хоть что. Потому что и не надо будет, я... Не знаю, может, это я сделаю сразу в редакции, там, на ютюбе. Не знаю. Да вот она че-то лагает, да, вот эта мышка, не знаю почему. Я еще как бы не разобрался в этом, то есть, ходов много. Потому что надо вот так лучше играть, от третьего лица. О, еще один тролль, круто. Все равно много урона ты оттуда не нанесешь этим. Ну, че-то он какой-то аморфный, вот, очень. О, какой-то... Какой-то кожи. Искатель приключений, денежки. Вот так, что. Никто не взял. Я не знаю, мне почему-то этот меч, вот, две мерзкие, вот этот вот меч, что-то очень нравится. Вот, не знаю почему, но мне нравится. То есть, ты предпочитать какой-нибудь депонитовый меч? Депонитовый меч, мне очень нравится, он как-то, ну, не знаю, форму, может, не устроить. Я не знаю, но вот этот прям какой-то, прям, рукой, мне нравится. Ай, блин, сколько здесь кровищи-то везде, а. Вот еще одни искатели. Искатели приключений, да, бандиты. Ничего себе, у него прическа. Нормально. Ну, че-то вроде никого больше нету. Осталось только вернуться к этому. Ну, как ее зовут-то? Кэйли, да? Все. Вроде никого нету. Хе, где выход-то? А, все. Ай. А здесь, кстати, она нормальная, мышка работает, странно, а в пещере она от первого лица и от третьего, то есть, без разницы. Корни нервно, все, собираем. Ой, 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 вот это страшно было. И он испугался, и я немножко тоже. Опа. Прикольно. Они еще прикольно так это сделали, да, все эти анимации, да. Собственно. Я не знаю, в обливионе же такого не было, или есть такое в обливионе, что там такое добивание тоже. У меня вот эта вот, эта пурга, да, она меня бисит просто. Сейчас мы ее отключим. Так, где тут у меня чистое небо, значит, да, крик. Чистое небо. В общем, там, ну, это усидобородок его, по-моему, только можно получить. Все три слова. Хотя я не знаю, все три слова ли, но усидобородок я его получил. Ну, это давно было, не сейчас. Вот, короче, если погода плохая, да, вот так делаешь, и все. И не важно, что там, тучи, даже тучи рассеиваются, по-моему. Нет? Ну, короче, все круто. Ой, погода хорошая. Вот еще один. Что-то я не замечаю, что вот, если ударишь, да, этим щитом, то враг становится... Не может тебя атаковать, и ты... Ну, как бы он... Так. Ну, что такое? Ну, в общем, вот так вот, да. Бак какой-то произошел. Ну, это вот аналогично к рекламу бесплодия, так как понимать. Че такое, а кто тут тогда есть? Ты не можешь таковать, что ли? А, все. Ах, не знаю, куда тут идти, можно еще. Сюда я сходил. Коллеги, так, а где же эти книги-то искать надо? Че тут я посмотрел, так, пещер-то никакой не помечено, но в заданиях там посмотреть надо. Вот это принести древнюю фалмерскую книгу, а не рейняет, наверное, не то. Найти источник. А, а, вот, найти экземпляр книги «Война первого совета», и на карте оно не указано, как бы, на карте, то есть, где я ее буду искать, непонятно. Может быть, как-нибудь потом найду на сумму, найти источник силы, силы вместе под названием «Войтум». А какую древнюю фалмерскую книгу? А, это из «Забытой долины», да? А, ну я там, да, я там не все томы нашел, второй том не нашел. Там это из «Забытой долины», в общем, это вот, наполнение, там книги, вот эти фалмы на фалмерском языке, зашифрованные. Их там четыре тома, по-моему. Ну, по крайней мере, я там четыре нашел. То есть, первый, третий и четвертый, а второго только не нашел. Вроде везде бегал и не нашел, как-нибудь. Они такие страшные, да, с виду? А я их никогда не убиваю, мне их жалко, наоборот. Ну, вот это начинается опять, начинается, мать дымок, да? Или что это такое? Да, пошли типа со мной, да? За пивом летали, да? Нет, они, походу, какие-то морские. Нет, а это тогда кто? А, Хоркер, господи, Хоркер. Насраблено Хоркера. Сейчас так, звуки льда такие, да? Так, как будто, крошится, трещит. Сейчас там опасно, страшно. Это что такое здесь? Приют подмастерия. Подмастерия. Мастерия. Приют подмастерия. Какой-то чувак с луком стоит. И всё. Больше никого нет. Вон, там кто-то валяется. Маг, видимо, какой-то. Так, сейчас мы с ним поговорим. Так, какой сюрприз, надо же. Какой сюрприз, где? Ой, ты чё в меня стреляешься? Хе-хе. А, ну давай, пробей мой щит. А вот пробей мой щит, давай. Нифига у тебя не получится. Нифига ты забрался, слушай, мародёр. Так. Не, давай, давай, ну, это самое, на ножах или на мечах. Подожди. А это кто? А, вампирская собака, это... Иди отсюда! Куда она взяла здесь? У, меня вампиры подкараулили, походу, здесь. Теперь это... Сейчас они... Нет, это ещё не всё, это... Я ещё вот так умею. Блин. Нифига, ещё собаки пришли тут. Или собаки были здесь? Вон, они вот тут бегают, да? А ты иди отсюда. Давай, 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 ну! Сейчас, подожди. А-а-а, захват душ. В смысле, разрыв души. Нет, не попало. Ой, 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 ну чё, всё, всё. С таким ещё, этим самым... Ай. Какой пипец, он его расплющил просто нафиг. Так, и чё, эти две собаки, я думал, вампиры тут ещё были. Я думала, они меня типа подкарапулили, да, и хотят убить. Ну, вроде нет. Ну, не только собак на траве. Так, а тут у нас какая-то... Что-то типа, я всё возьму, да, мне всё надо. Мага какого-то убили тут. Ну, он не маг, он... Барвир какой-то, барвир. А где его дневник? А, вот. Путеводитель по... По растениям... Путеводитель по растениям, я такого... У меня такого не было. Или было. Ну, короче, возьму. Идеальный изюм, что тут ещё? Так. Ну, вот, короче, они тут его убили. Бедного барвира, мага, некроманта или... Нет, алхимика, скорее. Ну, он алхимик, скорее, не маг. Это эти, вот это в этой одежде, да, вот, так одеваются. Типа, вообще... Так, тут гроза какая-то. Мне показалось. Что-нибудь интересное, я вам видеть сейчас встретить кого-нибудь. Встретить бы здесь кого-нибудь интересного. Так, в Виндхельм я не пойду. В Виндхельм. Я вот не знаю, если в гору подняться, я смогу... А, нет, 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 мне туда не надо. Что-то не хочу, я фаст-тревел больше вспомнил. И так нормально, в общем, где-то. Тут должны быть-то роли, по-моему. Да, вон, тролли. Как-то развлечиться надо же. Уже двое, да? Или кто-то там ещё один есть. Ха. А я ему урон вообще, кстати, не наношу. Почти. Так-то убить, конечно, можно. Тут они... Убивать что-то легко. И сложно уже. Нет подходящих душ, да? Камней душ. Нету у меня больше. Заряд-то у меня есть ещё в оружии. Так же, как и камней душ. Не знаю уже, что тут, какие задания выполнять. Ну, я думаю, это... Отправиться на этот... На Полстейм, может быть. Всё-таки. Решить проблему там одну какую-нибудь. Ой, ну, конечно, одну там проблему. Там, небось, гора, там, любого... Первого же гражданина, небось, встретишь, у него уже какие-то проблемы. И обязательно их надо решить. О, мне это нравится. Это вампиры. Так, 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 вампиры, да? Я не знаю, что тут колдовать-то можно, в общем-то. Но он только смертельный приговор. Потому что... Он высасывает жизненные силы противника, это защита. Это на самом деле очень эффективный крик. Просто против сильных, очень, вот, персонажей, да, там, посов каких-нибудь. Он, как бы, со временем, ну, там, идёт секунды какие-то, там, за, допустим, 10 секунд, он, его вот это здоровье, там, уменьшается, да, у это самое, и запас силы, и броня, там, у него, эти все параметры убавляются, убавляются. То есть они могут даже до нуля дойти, ну, вряд ли, я не знаю. А если до нуля дойдёт, они в минус пойду. То есть... Ну, вот так как-то. Я прочитал про него просто, действительно, неплохой крипто. Так, щас мы так сделаем. Ну, это сто процентов, вампиры. О, с одного удара убил, нифига себе. Что-то они какие-то... Какие-то они совсем уже. Нифига, они с одного удара все убиваются, почти. Слушай, это первый раз такое, они обычно... Обычно они такие, то, самые живучие. Хоть вроде бы в одежде, в этой, без брони, но они, ну, вроде живучие раньше были. Не знаю, вот сейчас первый раз такое, чтобы... Ну, собственно, вот оно, действие крика. Ну, не действие крика, это я ещё тут... Да, офигеть, у меня тут ещё и урон-то офигенный. Но это из-за того, что я зелья 2000... 2275 урон. У меня, ну, написано тут. Нифига себе, да? Это из-за того, что... Ну, это из-за того, что я зелье вот это выпил, как... Где оно? А, лучники, да. Ну, тут одноручное оружие... Одноручное оружие наносит на 120% больше оружия. А что, тут 120%? Ну, странно, между 20 ими, ну... Ну, ладно, важно. Тут оно совсем какое-то читерское оружие получается. Люблю я вот эти мечи, да, двиммерские. Секиры, топор мне не нравится. Молот, ну, молот неплохой, но... Топор и секиры какие-то у них не очень. А вот именно мечи такие прикольные. Лифийский тоже меч вообще двуручный, офигенный просто. Такой красивый весь. Ну, это самое вообще крутое. Стеклянный, он... Стеклянный тоже хороший, но он такой более... Более какой-то... Фантастический. Вот они тут стоят, два стражника. Имперских. Чё тебе, чё ты тут... Будь на чеку! Будь на чеку. Вот не хочет мне эта олигатрика давать задание больше. Видимо, мол, играю я за Норта, подумает. Чё тебе давать задание? Ты же Норт, ты же должен... Идти за братьев Буря и так далее. А я вот... А я вот в Имперский Легион вступил, то есть... А я тоже как-то подумал, может, всё-таки опять заново играть, то есть... Уже в братьев Буря вступить. Но она, видимо, решила до этого. Что задание я тебе, мол, больше не дам. И не надо больше убивать тебе их. Ты же, мол, ты не имперец. Я не знаю, почему так получается. Я читал на форме, такие баги бывают. Ну, там говорят, подожди, типа, там время сколько-то... Ну, там, сутки или сколько. Всё пройдёт, но ничего не проходило. Я там и коды вводил. То есть команды выводил через консоль, там... Ну... Ну... Ничего не помогло вообще. Она всё так же не даёт задания. О, там тоже какие-то маги. Сейчас посмотрим. Так, ну это, судя по всему, вампирши. Ага, точно. О, вот я ударил по нему. Они все вампирши. А чё, они против друг друга, что ли? Друг против друга, что ли, дрались? Я тебя с таким удовольствую. Давай, давай, давай. Ну, чё-то у меня высасываешь, ты. Сварь, ты поганый, да? Ну, да, конечно, реалистично убивать с одного удара у всех, но тут... Они за врагов-то нещие. Нифига себе, Вервольф! Обосраться! Обосраться уходить надо! Я боюсь, это Вервольф! Мамочки! Это Вервольф! Это оборотень! А я сейчас тоже в него превращусь. Их там двое. Наверное, оба оборотня. Блин, офигеть, а! Может уйти все? Нет, там... А, их надо спать. Подожди-ка, а если я сейчас... Короче, ладно. Я сейчас тоже превращусь в оборотня. Надеюсь, они меня не будут атаковать. Таланты, таланты, таланты! Быстрее, таланты! Превращение в зверя. Правда, у меня кольцо херсина куда-то задевалось, я не могу... Надолго не смогу это организовать, но... Как получится, короче. Там, короче, Вервольф против вампира. Я так понял. Так. Главное, мне не задеть свои оба. Это так круто, да, вот когда... Не, ну просто вампиров не жалко. Был бы это какой-нибудь человек... О! Так. Скотина, блядь. Так, 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 так. Вон, кот побежал, я тоже за ним. Куда он побежал? А кто это, интересно? Вот посмотреть бы, да? Два оборотня такие бегут, а? Обалдеть. А он от меня бежит что-то. Странно. Не, лучше мне уйти, потому что, когда я в человека превращусь, да? Так, а вампира нельзя, да? Сожрать. Так что я пока уйду, наверное, всё-таки. Вот как оборотень выглядит в этой игре. Это, конечно, вообще такое страшное. Опасно страшное оборотень. Вот так на двух лапах. У него, кстати, скиллы свои есть. То есть, не скиллы, перки. Вот, дерево. Дерево своё есть. Вот это вот. Я что-то вообще тут только не понимаю, это тем, братство. Воем созывая снежных молоков. Особенного я что-то... Особенного я что-то в этих перках ничего не увидел. Так, конечно, круто всех раскидывать там. Ну, особенно вампиров. Конечно. Ну, конечно, подходить к людям, да, идти в город или ещё что-то делать в таком образе никак не получится, потому что, ну, Вервольфа в любом случае атаковать будут. Я не знаю, вот если мне предложат, к примеру, вот эти соратники, да, кто-нибудь избавиться, да, от этого... У меня же есть ещё головы этих ведьм-то, глинмарийских. По идее, мне же тоже так же, как и всем, можно избавиться от этого. Ну, чё-то я не особо хочу. Мне как-то нравится волк. Не знаю. Да, вот у меня кольцо Херсена, я куда-то его потерял. Ну, не то чтобы... Не то чтобы потерял, но, в общем-то, я не знаю, где оно в данный момент находится. Вот, и поэтому... А с кольцом вообще можно... Оно... Оно не время увеличивает, а количество раз. То есть ты превратился опять в этого, в человека. И можно опять, если одето кольцо Херсена, опять можно в оборотню. То есть там даже отдельное умение, как, по-моему, кольцо Херсена, по-моему, что ли. Куда я не пойду? Идите отсюда, пока я вам не наваляла. Вот. У неё нет шрама. Что? В общем, ладно, я пока что... Я так думаю, что лучше это записывать на тот момент, когда... Не просто идёшь, что-то делаешь, да? В смысле, идёшь по дороге, да? А когда... Как конкретно... Какое-нибудь подземелье или... Пещера, вот так вот. Ну ладно, всё, пока. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...